Судя по предыдущему видео, вы действительно ждали продолжения. Вот он, мой красавец. Я рисовала в нем, когда была еще совсем маленькой. И рисунки там совсем не детские, кстати говоря. Больше половины этого красавца заполнены рисунками, иллюстрациями, зарисовками. Называйте это как хотите. К ролке. А знаете, какой ролке? Правильно, к сьюшной. На тот момент я была сьюхой по крепипасте. Это я думала, что рисовать в реализме это мое все. И если я буду рисовать в реализме, я буду отличаться от всех моих одноклассников, которые рисуют, блядь, недо-аниме. И я такая, получайте. Косичка здесь, кстати, единственное, что хорошо выглядит в этом рисунке. Я не знаю, что это за фон. Наверное, он должен был означать что-то очень глубокое по смыслу. Это я продолжала рисовать в реализм. Это моя пиздатая роспись была. Вот эту херню я нарисовала, наверное, в году в том. У меня здесь вот там вот, вон вы уже видите, там сичку и письку. Я брала этот скетчбук и прям в нем перерисовывала какие-то картинки. В основном вот то, что вот дальше будет. Здесь у меня была просто уродская бабень. Она похожа на какую-то телку из... Она похожа на какую-то телку из звонка. О, это я посмотрела обзор на чей-то скетчбук. И там был какой-то пиздатый разворот похожий. Я такая, чем я хуже? И вот вы посмотрите на эти пятна, которые я делала акварелью. Единственное, что в этом рисунке хорошо, это вот эти звездочки, которые видны чисто вот на вот этой странице. С беззубик. Это единственный рисунок нормальный в этом скетчбуке, который мне до сих пор нравится. Он, конечно, какой-то дико поломанный, но это беззубик. Он очень милый, поэтому мне очень нравится. Это распечатка на моем говнопринтере, который уже не работает. В нем заканчивалась уже краска на тот момент. Здесь голубь Валера есть. Здрасте, приехали. Очень интересная история с этим рисунком. Я его показала своей маме. Она сказала, что это за говно. Больше я не показывала свои рисунки. Здесь был, короче, вот такой... Где я его отклеивала уже? Здесь у нас есть метатон, который... Эксе, по-моему, да? Нео, блядь, нео. Вот, короче, блядь, без глаза остался, бедненький глаз. А глаз вот здесь у вас. Это была моя оскорка давнишняя. У меня канал единственный, который остался на ютубе. Там вот она есть. А это Папайрус. И вот угадайте, что это, блядь, с трех попыток. Не угадали. Это акрил по ткани, блядь. И мне настолько это фильм понравилось, что я нарисовала вот эту херню. САМСАМ! ФНАФ Фредди Чика. Нарисованный акрилом по ткани, повторюсь. После этого я решила, что акрил это говно, а не я, дура, который рисует, блядь, акрилом... Рисует по бумаге акрилом для ткани. Это моя сьюшная оскорка. Если честно, это просто похоже на женскую хуманизацию САМСА из Андерсвеб. Это, короче, там дальше будут арты, поэтому, я думаю, мы попозже вернемся. Вот этот, блядь, я думаю, в то время просто долгом художника было нарисовать подобную картину. Я не знаю, где у нее здесь пизда, и вообще имеет ли она хоть какие-то гениталии. Тут просто вот, она идеально под мой палец подходит, это отверстие. Я считала, это самое лучшее, что я могла нарисовать за свою жизнь. Это... Это метатон, вот это я перерисовывала, я с гадутом и разрил. Вот, в общем, это моя самая первая парочка геев. Вот реально, это мои самые первые пидорасы. Я их раз десять пыталась вернуть, ни один раз из этого не получилось. Мне просто так бы впадло их рисовать, но они есть, то есть я о них не забываю. Возможно, даже я когда-нибудь их буду рисовать. Вот этот чел, блядь, там такой ебать лор пиздатый. У этих персов, это просто на отдельное видео. Просто скажу то, что этот человек, а это какой-то колдун. Блядь, колдун, сука. Вот, а вот это бобень, это, короче, матерка от этого поцика. Это оска вот этой тёлки, или не оска. Короче, хз, ну, вот такая бобень была вот на вот этом канале когда-то там давно. А вот для чего мы здесь все собрались. Вот это вот, сравните. Вот это обычные работы, да? А вот это все зарисовки кролкам, блядь. К ролке, точнее. Тут полный пиздец. Мне очень стыдно за эту херню, потому что здесь есть и изнасилование, и тентакли, и письки, и сиськи. Сколько мне было лет? Допустим, мне было лет, ну, блядь, одиннадцать, десять. И я уже рисовала на тот момент порно и голые письки. Хотя нет, я их цензурила, просто заштриховывала. Блядь, это Ольфиндер, нахуй. Я не хочу читать ничего, что здесь написано, потому что мне за это дико стыдно. А ещё я очень классно рисовала груди. Здесь, кстати, не лучшим. Вот эта перерисовка, наверное, в году восемнадцатом была, или в девятнадцатом. Или в девятнадцатом. Не знаю. Ой, блядь. Это прекрасный вид сверху. Хотя здесь вообще как-то всё по-другому сделано. Рука просто охуенная. Вот, которые я... Короче, вот эти исправления, назовём это так, карандашом и ручкой, это разные периоды были. То есть, что-то я рисовала в одном месяце, другое через пару месяцев. Да, как вы видите, я очень любила... Я очень любила рисовать своего перса с огромными сиськами. Вот здесь у неё сиськи просто где-то, я не знаю... Они что-то совсем, короче, обвисли. Вот это вообще, конечно, полный атас. Они разъехались! Сука, почините сиськи. Пизда, вот и начались тентакли. А, вот это ручкой я рисовала в сентябре, а карандашом в октябре. Охуенно! Блядь, что с её грудью? А почему они... Блядь, что с ними? Ладно, вот тут они, типа, ну, каплевидные. А тут что, блядь? Они разъехались! Блядь, блядь, блядь. Блядь, блядь, блядь. Ой, кстати, вот этот арти... артик... артик... мне очень нравится, потому что она здесь выглядит как из какой-то... вот рожи, она похожа на какую-то хентай-тёлку. Я не понимаю, что тут... что у неё с грудями? Почему они такие обвисшие? Ой, блядь. Как вы видите, вот с этого дошло практически до порно. Подставьте всё из-за чего хотите и... просто пойдём дальше. Да, когда ты лежишь, грудь не разъезжается по сторонам. Как видите, вот это я решила не перерисовывать. Бля, у неё треугольные сиськи! Сука, Лара Крофт, блядь. Так, ага... Бля... Она постоянно в ёбаном лифчике и в юбке. Видимо, это её любим... видимо, я хотела так одеваться, наверное. Пиздец. Да, кстати, она ходила вот с таким охуенным плащом и вот в такой её... Я не знаю, как это называется. Ебать кровища. Ох, господи, блядь. Я так лам... Ну, хотя, в принципе, учитывая то, что люди есть, которые там вообще нахуй выгибаются, блядь, как в коробку собираются. Это, в принципе, ещё нормально. Вообще, кстати, я не ебу, почему она резко стала полной. Скорее всего, типа, ну, я так захотела... Блядь... Вот эта хуйня, мне это не нравится. Я в какой-то реализм ебать уходила. Блядь, круглые сиськи, нахуй. Можно я убью себя за это? Ну, блядь, кто сейчас рисует идеально ровные круглые сиськи? Блядь, не спрашивай меня, ебать. Она сломалась, нахуй. Ну, да, кстати, вот я, когда это рисовала, я удивилась, что я, оказывается, умею вот в такие позы. Опять... Блядь, я реально, я не понимаю, почему я так рисовала груди. Это же просто какой-то кошмар. Они просто треугольные. Есть, кури. Это мои попытки в складке. Я не понимаю, что вообще с ней не так. Типа, она как бы... Ну, хотя вот тут она... Блядь, почему я такая рука худая для её ляшек и живота? Блядь, я любила ломать персонажей, как вы видите. Я не знаю, что с ней такое. Пиздец. Вот это, кстати, единственный рисунок моей той оськи, которая одета нормально. То есть, у неё прикрыта жопа и прикрыты сиськи. Хотя, мне кажется, в оригинале это жилетка и тут, короче, типа сиськи такие треугольные торчат. Ой. Ладно. 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 Вот тут тоже был рисунок, но он какой-то стрёмный. Пиздец, нахуй слон. Опять разъехали сиськи. Я не понимаю, реально, что это такое? Что у неё по ходу? Это юбка? Или это шорты? Или это трусы? Это как тот мем с чуваком. Типа, это бабочка? Так и я. Это трусы или шорты? Вот, бля, нихуя юки. У меня сейчас же перс юки. Вот это, кстати, тоже прикольно выглядит. Типа, тоже как из какой-то хентая манги. Или просто говно-хентая. Вот такой вот the end, да. И тут и крестики-нолики. Я больше не хочу к этому дерьмо возвращаться. Вот правда, вот у меня нет на это никакого желания.